Ребята, привет! Привет всем! И вот настал тот великий день, когда я начал делать новый кемпер! Я всё рассказывал в предыдущих частях, я всё, видимо, к этому шёл, и свой пробный кемпер я решил в итоге продать. Сегодня я привёз пробную партию фанеры, брус, фанера четвёрка, брус 40 на 20 миллиметров, и внутри будет ещё пеноплекс. Значит, и вся эта система будет делаться в виде сэндвич-панели. Я каждую стенку буду собирать отдельно, то есть у меня сейчас не будет кемпер полностью собираться в гараже. Я буду собирать стенки, потом их покрывать стеклотканью с эпоксидной смолой. А на последнем этапе я соберу это всё уже на кемпере, и лентой специальной стеклоткани я заделаю все швы. Как бы по идее, и внутри мебель это будет ещё связующим таким элементом, который будет держать, так скажем, твёрдость, жёсткость конструкции. Это шкафчики всякие, полочки и так далее. Итак, начинаем! Идёт сейчас распил всех этих материалов, примерка и так далее. Возможно, что-то пойдёт не так, но я очень надеюсь, что всё получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот здесь идёт пятёрка, 50 на 20. И внизу идёт 50 на 20 брусок. Потому что там будут, в принципе, сидухи, сидеть люди будут. Здесь ольковная часть. Сейчас она ещё здесь пойдёт диагональ. Одна. Это ольковная часть. Сюда тоже довольно сильная нагрузка будет. Здесь будут спать. То есть, в этой части будет кровать. Вот. Ну, здесь, соответственно, ничего не надо. Это просто обрешётка, так называемая. Здесь сейчас будет вымеряться окно. Вот. И, в общем, здесь будет ещё часть шкафа. Вот здесь. Вот. Поэтому вот эта обрешёточка будет играть здесь больше роль для того, чтобы... Как закладные. То есть, чтобы на них можно было понавешивать чего-нибудь. Я покупал шестнадцатые саморезы. Вот. И, как бы, что-то, видимо, я не то сделал. Может, не те саморезы, дебил я. Может быть, какие-нибудь они по гипсокартону, а надо по дереву. В общем, они у меня не уходят заподлицо. Хотя они как бы скрытые, но они не уходят заподлицо. Не утапливаются, не вкручиваются. То есть, они там срезают уже резьбу. Вот. Чем мне это, как бы, чревато? Чревато это тем, что когда я буду... Стеклотканью клеить, я боюсь, что вокруг них будут пузыри. Здесь главное не пересверлить насквозь. То есть, на малых оборотах. Потому что фанера очень тонкая. Что хорошего произошло? Я увидел, что четвёрка охренительно круто гнётся. И обтекатель у меня будет вот такой вот красивый. Значит, вот здесь в этом месте будет ещё врезано окно. И под него ещё будет, естественно, рама из бруса. Но я не знаю размеры окна. Наверное, здесь будет стоять от УАЗика, от Буханки. Оно что-то там 78 на 38 или 73 на 38. Но мне надо уточнить этот момент поточнее, чтобы под него сделать раму. Ну, соответственно, всё посажено здесь на клей полностью. Поэтому, возможно, даже можно будет выкрутить эти все шурупы. И они зашпаклевать и всё. И нахрен забыть про них. Но время покажет. Ну, так, в принципе, получилось всё, как я хотел. Альков хороший. Вот кровать, соответственно, она практически, там, метр сорок или там даже больше метр сорок. Вот. Здесь 190 по низу тоже. То есть я могу, в принципе, лечь. В общем, вот такие пироги, ребята. Ну, как всегда, подписывайтесь, ставьте лайк. Продолжаем. Кемпер номер два. Пока.